Я хотел еще раз подчеркнуть, вот и в выступлениях Владимира Владимировича и Михаила Владимировича было о том, что создание таможенного союза единого экономического пространства это не закрытый клуб, а это направление, которое мы для себя сознательно избрали, это мы движемся в направлении вступления во всемирную торговую организацию, тогда, когда это будут самые выгодные для наших стран условия. И даже больше того, вот Казахстан принял такое решение, как мне сказали Российские Федерации, такое решение было принято, мы выбрали вектор в направлении сближения с ОСР, с Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию. То есть мы хотим создать нашу экономику конкурентоспособную и преодолеть некоторые отставания в наших индустриях для того, чтобы приблизиться максимально близко к мировым стандартам. Я думаю, что это дает нам все вместе такие возможности. Еще на один момент я хотел обратить внимание. В 2008 году, когда разразился мировой экономический кризис, таможенного союза еще не было. Единого экономического пространства тоже не было. Понятно, что рыночная экономика цикличная, в каком-то году неизбежно кризис рано или поздно вернется. Я думаю, что те решения, которые мы приняли в едином экономическом пространстве о координировании макроэкономических политик всех трех стран между собой, это нам позволит лучше подготовиться, чтобы нивелировать те проблемы, которые неизбежно так или иначе для бизнеса приходят. А кризис 2008 года, он реально показал, что без помощи государства в периоды кризиса бизнесу самостоятельно выжить достаточно тяжело. И вот мы должны копить ресурсы, вместе координироваться и в этот момент помогать. Я думаю, что наш ответ, может быть, в том числе и был продиктован и подтолкнула мировая ситуация, которая сложилась вокруг нас. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Карим Кожемканович, разрешите вас поблагодарить за эту возможность не только выслушать ваше видение на дальнейшее развитие единого экономического пространства, но и прокомментировать некоторые предложения бизнеса. Я еще раз подчеркну, что мы, не толкаясь, хотели бы плотно работать с бизнесом. И уже сейчас выстроены площадки взаимодействия бизнеса и власти на национальном уровне и на межнациональном уровне. И мы думаем, что с 1 января 2012 года мы их, как говорится, доведем до такого уровня, который позволит говорить о постоянном, рабочем, рутинном, если угодно, механизме взаимодействия. Это, конечно, не отменяет нашего желания видеть вас в нашем обществе, обществе предпринимателей. И мы надеемся, что в следующем году, когда пройдет какое-то время после вступления в силу соглашения о едином экономическом пространстве, вы найдете возможность встретиться с бизнесом трех стран. А где мы будем встречаться, это уже зависит от Михаила Владимировича и Карима Кожемкановича. Может быть, в Астане, в российской гостинице. Это вариант. Спасибо, уважаемый премьер-министр. Надо прикупить, только у нас там нет ничего. Российский бизнес получил задание.